Киев Карнивал у нас 2.2 турбодизель 2010 года Вот сегодня мы где-то заняли 3-4 часа на разборку, полностью дефектовку Сейчас отдадим и где-то часам 6 нам ее вернут Свыше 100 километров выкидывает из охлаждающей жидкости расширительного бачка Добрый день Это компания ОМЗАП, меня зовут Анатолий Сегодня наше очередное видео, расскажу вам вкратце, покажем О снятии головки блока цилиндров с Киев Карнивал Киев Карнивал у нас 2.2 турбодизель 2010 года Жалобы на то, что при езде свыше 100 километров выкидывает из охлаждающей жидкости расширительного бачка Делали опрессовочку, у нас газит Газит, непонятно, может быть прокладка, это головка или что-то еще Сейчас, то есть в целом покажем, как снимаем, разбираем, как это все происходит После уже мы головочку на прессовочку отправим То есть опрессуем ее И если будет в этом необходимость, если она не лопнула, то уже будем шлифовать То есть это тоже все покажем полностью весь процесс Также здесь есть течь масла с теплообменника Снимем теплообменник с блока И посмотрим, что там, прокладка, кольца или сам теплообменник Ну вот в целом начнем с чего Довольно неудобно все здесь Места мало, неудобно Начнем с того, что удалим электропроводку двигателя АКБ снимем корпус воздушного фильтра То есть очистим пространство вокруг головки блока цилиндра После уже потом поднимем машину И уже также здесь у нас цепной двигатель То есть нам необходимость будет снять полностью цепь Сичный я уже здесь начал, поэтому сейчас вот приступаем Дальше продолжим То есть сейчас все работы делаем поверхностные Ну получается, что звезда Ты видишь? Я снимаю головку, а ты стучишь молотком по говну Вот и вся разница Прилипше все первый раз снимается Сторону, где АКБ мы освободили полностью Головку будем снимать с турбокомпрессором и с впускным коллектором Вокруг нужно все освободить Проблему составляет Некие проблемы Такие как теплообменник На данном двигателе Нужно отвести правильно Либо удалить вообще полностью с ней Будет проще И если разбираетесь Старайтесь снимать большими узлами То есть как-то объемно-крупно То есть разобрать лучше больше, чем потом мучиться Не нужно обманывать ни себя, ни людей Поэтому лучше все делать правильно Либо как вариант можно снять коллектор Если у вас есть доступ, то можно снять коллектор Вот, допустим, как в моем случае У меня есть доступ, чтобы снять коллектор Потому что с теплообменником очень сложно Он внизу стоит Он частично крепится за блок И за головку блоку цилиндра Поэтому сейчас начнем Начнем снимать коллектор Коллектор довольно сложно снимается То есть если это Также этот двигатель устанавливается на Санта-Фе На Соренто 2.2 И там будет гораздо сложнее То есть это сделать Тут видно уже что устанавливались Хомуты То есть Нестандартные уже стоят То есть скорее всего была течь Течь скорее всего тоже была связана С избытком давления в системе Так И тут еще есть Еще один самый неудобный Под роботчик Вот здесь он Под Самый нижний Он у нас идет на термостат Он там довольно неудобный Тоже снизу Все сидит очень жестко На своих местах Все практически нужно делать слепую Здесь Огромная куча Всяких шлангов Многим покажется Что это все лишнее И не нужно Это нехорошо Не надо падать Ну вот сейчас будем пробовать Вытаскивать сам теплообменник Он сидит на двух длинных шпильках Почему я решил его снять Если это было бы Допустим у нас Соренто Там с 12 по 18 год Там стоит тот же двигатель Или допустим С Санта-Фе То я бы не стал бы этого делать Дело все в том Что у Соренто И с Санта-Фе Нет доступа вытащить Там стоят две длинные шпильки Сейчас мы их увидим Которые не дадут его снять Вот здесь я с легкостью Вытаскиваю И вот он Оказывается в руках То есть Сам клапан ЕГР Так Убираем его в сторонку И вот теперь Смотрим сюда Вот они две Наши шпильки Вот про эти шпильки Идет речь То есть он Если бы на болтах То вопросов нет Ну в принципе Вы можете Удалить отсюда шпильки И потом Поставить сюда уже болты Если у вас Санта-Фе или Соренто Ну вот В принципе Все удалось Следующий наш Этап Будет Сейчас Снимаем Гидроусилитель Надо будет Удалить его Масло Конечно же Желательно не сливать Но лучше сольем Там немного И начнем Снимать клапанную крышку То есть Форсунки Клапанную крышку И вакуумный насос Когда здесь уже закончим Поднимем машину И будем делать Работу снизу Я везде при ремонте То есть Топленные трубки Какие-то Патрубки Воздушное Охлаждение Стараюсь Закрывать То есть Ну Я обычно пользуюсь Перчатки старой Раз Старую перчатку Отдел И убираем Так Чтобы он нам Не мешал В процессе Работы Так Теперь еще Интересно Генератор Генератор Мы тоже будем Сейчас снимать По той простой Причине Что Кронштейн На котором Держится Гидроусилитель И генератор Он у нас Захлестывает То есть Закручивается Можно конечно Там что-то Отвести Вот здесь Отпилить Но Будем делать Так Плошно Если конечно Крутить будете Руками То будет Довольно Сложно Сейчас Плюсовую Клемму Генератора Тоже Отсоединяем Проводочку Было Принято Решение Разбирать Эту сторону Комплексно Вот смотрите Туда Теплообменчик Там у нас Снизу стоит Все довольно Сложно Будет Доступ То есть Даже мы снимем Потом стартер Уже Сейчас он в доступе У нас тут Осталось два болта Одна гаечка Чтобы Свободно Спокойно Все сделать Но Сняв Кронштейн И сняв ЕГР Видно Что на самом деле Бежала прокладка Пускного коллектора Выкидывал А не теплообменник Но мы конечно По теплообменнику Тоже снизу посмотрим Что у нас там Получается внизу Ну вот здесь тоже По этой части Все закончили Теперь уже Приступим к форсунку Как интересно Засунуть болт Вакуумного насоса Третье крепление За датчик температуры Выкрутим Датчик температуры Удаляем Обраточку Делаем это Очень аккуратно Поддев Отверточкой Очень многие Ломают их Поэтому Будьте предельно Аккуратны Удалить трубки Топливоподачи Для того Чтобы Вытащить Вакуумную систему Вот здесь тоже Когда снимаете Очень аккуратно Чтобы не сломать Обратку на форсунке Если ключ Соскочит То скорее всего Сломает Обраточку Ну вот Вот так Сейчас возьмем Узел полностью Все вот так Раз И вытащим Это у нас Вакуумный насос Вакуумный насос Видно что уже Переуплотнялся Вон на герметик Ставили В комплекте прокладок У нас будет новая Резиночка Мы ее установим Там вон есть сеточка Маслоподача Она чистенькая Внутри Это забор масла Так Метим форсунки Дабы потом Сократить время Чтобы нам не мучиться Сразу пометим Будем знать Какой куда ставить Можно конечно не метить Но надо будет Прописать Вот И чтобы Не заниматься Этой ерундой Мы лучше Делаем все Вот по этим болтам Крепление форсунок Нередко сталкивались с тем Что С завода Болты были перетянуты То есть Первый раз мы Начинали выворачивать И болт Делал пару оборотов И вставал И Потом То есть Даже пытались его Вывернуть Он прям подкусывал И обломывался Вот Приходилось высверливать И заново Нарезать резьбу Так Метить будем Делаем форсунки Вот так Вот таким Напильником Все очень просто Не нужно там рисовать Маркером Что-то бить Вот прям на разъемчике Делаем вот так Маленький пропил Раз То есть Это будет и для вас И для тех Кто будет Лечь раз делать Надеюсь Не будем делать Две Метить будем Только три форсунки Четвертую Ни к чему Делаем попытку Вытащить Сейчас Конечно кронштейн У нас Прописать Который у нас Фиксируется Так у нас Выглядит форсунка Вот Видны следы От ключа Кто-то уже С ней мучился Здесь Погнуто Там погнуто Кто что-то И сделали Или снималась Головка Или что-то Ну что-то Сделали Может цепи Уменялись Визуально Каких-то Серьезных Повреждений Нету Надо Отвернуть Щуп И будем Снимать Клапанную крышку Мы Разберем Турбину Сперва Дабы не Закидать сюда Лишнего грязи То есть Снимем Чехол Защитный Открутим Каталик И Открутим Систему охлаждения То есть Подачу Охлаждения Так Ну Вроде бы Все Здесь мы Все закончили Вот у нас Цепь Цепь Человек Говорит Менял Должно Быть Все в порядке Поэтому Сейчас Поднимаем Машину И лезем вниз Также От турбины Каталик Вот мы Открутили То есть Приемной трубой Вот у нас Остается Трубка Подачи Давления Масла Пришлось То есть Приходится Снять Трубки Подачи Охлаждения Турбины Иначе Она не вылезет То есть Не пройдет Не даст Она у нас Прикручивается Внизу К блоку Начнем Наверное Вот с этой Непонятной Пластмаски Которая стоит На болтах На клипсах Зашито Перешито Начнем с нее Так Ну вот Жалобы были Что вот здесь Течь масла Вот Здесь да Здесь что-то есть Но на теплообменник Почему-то Да не похоже Конечно Это была Прокладка Все-таки Впускного коллектора Хотя здесь Такое чувство Что подтекает Поддон Или что-то еще Что-то здесь Непонятно Все-таки Все-таки же Наверное Теплообменник Мы Снимем И Проверим Да Тут все в масле Видно что Раскидывало Прям И довольно сильно Была утечка Поэтому мы Здесь в этом месте Сделаем все Так Начнем Мы сейчас начнем С приемной трубы Здесь освободим Уже До конца Сделаем Снимем кусок Приемной трубы Снимем Он будет нам Неудобство Приносить Балансир Ну вот Теперь Те два Отворачиваем И Будем надеяться Что он сюда Вылезет Ну сюда он конечно Вылезет Да Как это Тут неправильно Сделано Не предусмотрено Все это Ладно Сейчас мы Открутим Тогда Полностью Катализатор И он нам Позволит Наверное Вылезти Так Ну Как бы там ни было Нам надо Снять колесо Вот так выглядит Это Колобаха Тут у нас Находится Катализатор Двойной Первый Второй То есть Две части Вот А теперь у нас Появился доступ К нижнему Патрубку Здесь надо Охлаждение Отвернуть К обраточке И трубка Давления Тоже Подачи Тоже Бежит Такая болезнь У них Это слив На обратку Турбины Тут две гаечки И хомут Снимаем А вот Теперь уже Непосредственно Будем снимать Саму трубку Везде На всех хомутах Где у нас Охлаждение Поверх Штатных Стоят Еще Добавочные Винтовые То есть Говорит о том Что люди Боролись С утечкой То есть Газы Все-таки Давили И выдавливали Везде С всех сторон Люди Боролись Пытались Затянуть Но все-таки Видимо сдались Вот теперь Мы снимаем головку Разобрали мы сейчас Заднюю часть То есть Сняли там каталик Трубку Обратки Турбины Трубку Подачи Масла Трубку Подачи масла Покажем Там не болезненное место На 2,2 А именно Место Мягкое соединение То есть Трубку будем менять Здесь По шкиву Тоже разобрали Шкив Вот как раз Был какой-то звук Хороший Вот этот шкив У них болезнь У них Срывает демпфер То есть Вот наличие Вот этой ржавчины Говорит о том Что ему уже конец Вот он издает Вот такой звук Интересный Такой как Кастрюля Вот можно будет Даже наверное Вот так Вот посмотреть Вот он Вот у него Появляется зазор Его оторвало И он гремит Шкив будем менять Патрубок Вот здесь тоже Сзади охлаждения Здесь вот его Затягивали Что-то перетягивали Тоже заменим Ролик приводного ремня Нижний у нас Шумит И вот здесь Смотрите внимательно Вот здесь У нас водяной насос стоит Вот у нее Дренаж Находится Уже с которого Капала Охлаждающая жидкость То есть Водяной насос Сам подшипник Вроде как целый Ничего страшного А вот уже Охлаждающая жидкость Бежала То есть Опять же Избыточное давление С теми Сделало свое дело То есть Насос будем тоже Менять Так Водяной насос Тоже сейчас снимем Сразу же снимем Насос Водяной Не будем ничего там дожидаться Помпа тоже уже снималась Прокладки нет Ставилась на герметик Визуально крыльчатка Целая Ну вот он Есть потек Так Ну Смотрите Нам надо будет Чтобы снять цепь Надо будет снять вот эту крышечку То есть Поддон мы не будем снимать Сейчас отвернем болты Здесь Которые доступные И потом опустим Чтобы нам второй раз Сюда уже не лезть Сразу выкрутим их Так Вот она трубочка Трубочка Подачи давления масла Мы ее будем менять Причина Вот здесь течь масла Вот здесь внутри Если разрез То есть Вот Видно что она болтается вся То есть Это такое Довольно болезненное место У них Если разрезать защитку То увидим Вот здесь находится Такой шланчик И вот Именно соединение трубки То есть болтается здесь и здесь Болотечь масла Можно завальцевать Конечно переделать Но лучше взять оригинал Так Наши Следующие действия Будут По снятию теплообменника То есть мы снимем стартер И вытащим оттуда теплообменник После того Поставим данкратик Будем вывешивать двигатель Снимем крышку ГРМ Цепи Снимем постель распредвалов Ну и снимем Соответственно головку блока цилина Так Вот теперь наш момент То есть Под данкратили Убрали опору Сняли крышку ГРМ Вот у нас цепи Цепи у нас стоят две Поставили вновь обратно шкир Для того чтобы прокрутить Выставить меточку Меточку сейчас будем выставлять То есть она вот здесь Должна нам совпасть И вот здесь И там на коленволок Так Вот она у нас Здесь И вот мы ее здесь еще видим Так Еще делаем круг Все Наша меточка совпала Видите даже по старой цепочке Вот здесь беленькая Здесь звено И вот И здесь у нас она совпала Вот так мы ее и Поставим То есть нам этого будет достаточно Тут у нас все вроде как Нет Меняли цепи И по всей видимости Не оригинал Номер тот Но Логотипа Kia Hyundai Отсутствует То есть этого не должно быть На каждой детали На любой детали Всегда Есть логотип Очень часто Много сейчас подделочек По цепям Вот так она на шпоночке Снимается Довольно легко Сама цепь Оригинально установлена Так вот смотрите Распредвалы Пуск-выпуск Мы снимем ее полностью Но потом разберем Все это помоем Вот здесь Может быть Если кто-то не сталкивался Здесь стоит шестерня Она заряжается Для того Чтобы не было Звона Если этого не сделать То При перегазовке Будет стоять Не знаю Как вам сказать Срезка Или как Для сгонения цепи Что ли будет То есть Вот это Такая Шайбочка здесь На краю Она заряжается На этом мы потом Уже с ней Разберемся Так Вот этот болт Надо не забыть Вот на головке Он всего один здесь такой Сразу выкрутить его Отворачиваем постель Так Еще вот здесь На этих распредвалах Надо смотреть Вот здесь На постели Ход У них съедает Вот там вот Бугелечки есть Чтобы распредвал Вот так То есть осевого Смещения не было Ну это будет видно По даже этим Кулачкам Очень часто Выпускной Съедает Постель И он Начинает бегать Ну на данном Все в порядке Вот Здесь у нас теперь Находятся Рокера И гидрокомпенсаторы Все сейчас Становится Явным Явным Эти Видным Сейчас мы Проверим Гидрокомпенсаторы Сразу Снимем Найдем Ну что Вытаскиваем Первый Во-первых Смотрим выработку Вот здесь Под клапан То есть она есть Но не критично И на самом клапане Смотрим Вот как раз Гидрокомпенсатор Должен стоять Жестко То есть он не должен Ходить туда-сюда Вот так болтаться Допустим на данный момент Он Дает на месте И так Все 16 Тоже хорошо Пробег у нас Кстати где-то Около 200 220 Обязательно При перегреве Есть у нас Люди Которые там Что-то проверяют Меряют Оставляют болты Как-то Чего-то Я вообще Ни в коем случае Не поддерживаю Этих вещей Может быть Только лишь В каком-то Прям Отдельном Случай Когда у вас Нет выхода Но Если все же Есть Возможность То есть И наличие болтов Обязательно Оригинал То есть Утанавливаю Новые болты Ну вот Мы в принципе Приблизились Уже сейчас К снятию Так Грибочки Тоже посмотрим Сейчас эти Ножки У клапанов Выработки нет Наверху Отлично Вот Головочка У нас Все Уже Вот она Болтается Готова Отсюда Выскочить Сейчас мы Выкинем Двигатель Конечно же Мы Подвяжем Потом На какую-нибудь Опору Потому что Хотя Хотя Смотрите Машину Мы даже Не будем Убирать Из цеха Потому что У нас В наличии Имеется Прессовочка И шлифовочка То есть Сегодня же Мы ее Опрессуем И Возможно Сегодня Шлифуем А завтра Уже Соберем Сезон То есть Ремонт ГБЦ Ну 2-3 дня Не нужно Отдавать И чего-то там Ждать От кого-то Так Через Данкрат Только там Не упади Ремонт На сборе Вот так Ставим 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 Сюда Как обычно Все Сюда Снимаем Так Смотрите ГБЦ Кинули Вот так У нас Все это Выглядит Конечно же Посмотрим Поршневую Все Глянем Судя по Поршням Стоит Оригинал Вот Хон У нас В порядке В цилиндрах Прям Прекрасно Выглядит Прошу Себя Чувствует Нагар Он на поршнях На Головке Тоже Ничего Нету Мы сейчас Отдельно Потом Полностью Пройдемся То есть Просматривать Промерять Будем Головка У нас Вот У нас Нету Но Радиальный Конечно Повышенный И вот Если Приглядеться То Там На Лопастях Есть Сколы Она Еще Поработает Какое-то Время Но В рекомендациях Напишем Что Будет Либо Замена Производиться Либо Ее Ремонт Ну Как Подсказывает Практика Ремонт Неуспешно Проходит На данных Турбинах Турбина У нас Здесь Гард Устанавливается Сейчас Мы Закончим Здесь Последнее У нас Осталось Это Надо Нам Снять Тепло Обменник То есть Раз Разобрали Будем Все Проверять Стартер На Двух Болтах Стартер Рочек Ну На Стартера У них Жалоб Нет Слава Богу Так Ну И вот Он У нас Сам Тепло Обменник Получается Что Он У нас Трепется На Четырех Болтах Так Два Я вижу Третий Нет Третий Вон Там Четвертый Там Внутри Сейчас Убираем Их Оставим Здесь В первую очередь Устанавливать И пытаемся Его Снять Там Тоже Есть Направляющие Конечно Ж Не Снимается Интересно Что Это Может быть Он Не Упирается И При этом Не Снимается Ну Наверное Так Бывает Так Еще Раз Смотрим Вон Направляющие Вижу Ну Никакого Болта Крепежа Ничего Нет Просто Направляющие Первый Взгляд Никаких Причин Для Беспокоить Нет Ну Делаем Еще Попытку Смотрите Что я Выяснил Там Снизу Еще Есть Пятый Болт И Этот Болт Оказывается Вот он Открученный Вот так То есть Был Открученный Болт Вот оно У нас Что мы видим У нас получается Вот здесь была Печь Ну да Эти резиночки Конечно Далеко не похожи На уплотнительные Кольца То есть Если вот так Мы сейчас Ковырнем То поймем Что это уже Беда Ну да Она все Очень жестко Грубая Видно что Попадала коррозия Вокруг То есть Он Вот здесь Допустим Вообще Прям Одна ржавчина На кольце Делаю я Допустим По теплообменнику Делаю По замене колец Впервые В моей практике Якобы Было заявлено Что кольца Уплотнительные Идут только С теплообменником Ну Узнаем Посмотрим Так ли это Пока поставим Сливаться Да Здесь тоже Все выглядит Очень плохо Грязь Песок И все такое Ну это все Помоем Все вычтим Все будет Как надо Следующая наша задача Это О колечки Надо убрать Для образца Наша задача Разобрать Головку То есть снять Коллектора Теплообменники Все это Поснимать С нее Потом Ее надо Рассухарить Потом Мы ее Помоем Снимем Сальники Клапанов Помоем И Засудим В Выпросовочный Стен Так сказать Утопим Ее Ну тут Видно Сразу Визуально Что прокладка Подтекала Нижняя Ну вот Видно Что Полностью Коллектор Прокладочка Вся Нижняя Часть Пропускала То есть Здесь Она Не Прижималась У них Есть Такая Проблема Так Коллектор У нас Отправится На Моечку Заслонки Здесь Не открутились Не отвалились Все Порядок Кстати Свечи Накала Тоже Будем Проверять Потому что Сегодня Даже Там Можно сказать Мороза Не было Практически Там Был Ноль Но Завелась Она Тяжело И Выпустила Там Несколько Секунд Сизый Дым Ну вот Шлейф Очень часто На данном Двигателе Сгорает Вот здесь Пропадает Контакт И Машина Потом Не заводится Свечки Мы потом Подвергнем Проверки Конечно Теперь Надо Отвернуть Турбину А потом Сам Колек Это Болты Тут Длиннее Чем Положено Уже Гаечки Под Ключ 15 То есть Должны Быть Под 14 То есть Во-первых Говорится Что Уже Разбиралась Во-вторых Далеко Не Специализирован Сервис То есть Они Потряли Гайку И Ее Не было Так Турбинку Тоже Сняли Теперь Снимаем Вот Два Защитных Пыльника И коллектор Защитных Экранов Если Правильно Быть Теплоэкраны Вот Немнож Коллектор Коллектор У нас Из Нержавеющей Стали То есть Он Здесь Не Чугунный Все Эти Прокладки Мы Выкидываем Будет Устанавливаться Новая Потому Что Здесь У Людей Они Почему То Не Устанавливали Новые Все Поставили Старое На Герметик Одним Глазком Визуально Посмотрим На голову Может Что Тут Где Накосячил Ну Что Мы Смотрим Компрессионную Сторону То есть Компрессионное Кольцо И Канал Охлаждения Но Особо Не Видно Вот Что То Есть Вот Здесь И Здесь Это У нас Получается Между Третьим Четвертым Цилиндром Вроде Бы Как Есть Продавлен И Вот Здесь Глубокая Продавлена Клапана Визуально Выглядят Неплохо Итог Такой Итог Под итог Разобрали головку Сейчас головку Отнесем В другой цех Там мы ее рассухарим То есть Вытащим Сальнички Сразу почистим Все помоем И Опрессуем ее Вот Здесь пока у нас Все закончено В принципе Мы в целом Знаем что нам делать Но Самое главное Нам нужно понять Что с головкой Визуально не видно Что она лопнула Но Все таки Опрессовывать Мы и будем Опять же Наличие Белого дыма Сзади Или пара Струбы Не было У нас именно Выкидывало Проширительный бачок Вот Поэтому пока На этом Останавливаемся Сейчас Возвращаемся К нашему Ремонту Напомним Киев Карнивал Снимали ГБЦ ГБЦ сняли Разобрали Помыли Визуально Сделали осмотр Вроде трещин Ничего нет Но прессовочку Все же будем делать Заковали ее В прессовочный стенд Сейчас все резиночки Нагрели До рабочей температуры У нас 70 градусов Показывает Водичка Горячая Мы сейчас Опускаем Греем головку До рабочей температуры Допустим Там от 50 до 80 И потом Дадим Изначально Рабочее давление Посмотрим на утечку Ну и Также сделаем В 2-3 раза выше То есть Можем дать 4 бара И все 5 Вот Сейчас сделаем Полный оборот Прокрутим Чтобы выгнать Воздух оттуда Потому что у нас Еще воздух остался Утечки по головкам Встречаются Как Допустим С выпускного Коллектора Там в одном Из цилиндров Также бывает Вот допустим Сейчас видно Бьет Под Форсунку В колодец На кии Часто Происходит Что именно Бьет подтопленную Форсунку И вот сейчас Мы как раз Все это и проверим Сейчас полный оборот Сделали Выгнали весь воздух Воздух у нас вышел И будем постепенно Давать давление Так Ну вот Головочка Прогрелась полностью Смотрим по Клапанам То есть по шахтам То есть с первого По четвертый цилиндр Ничего не булькает Все хорошо Сделали полный оборот Также проверили Топленные форсунки Вот здесь выпуск Нередкость лопается Когда именно На Рубашку Выпускнул коллектор То есть здесь Видим Что ничего не выходит Ну и здесь Также подтопленные Форсунки Ну что Вот сейчас Мы завершили Опрессовочку Закончили Теперь мы точно знаем Что головка Не лопнула Давление Мы дали 4 бара У нас Прогрели До 70 Будем отдавать Головочку У нас замер Ну и шлифовку Конечно же Визуально видно Что там есть раковины То есть пропускала она В районе там 2-го, 3-го И 3-го, 4-го Цилиндра Тоже Мы сейчас разберем С ними И отправимся На шлифовочку Там уже Токарь То есть Мастер Тот кто будет шлифовать Также все расскажет И покажет По шлифовке головки То есть Дело в том Что Вот сегодня Мы где-то заняли 3-4 часа На разборку Полностью дефектовку Сейчас где-то Пол второго С 9 Вот мы Сейчас отдадим И где-то Часам 6 Нам ее вернут Сегодня мы успеем Притереть клапана Собрать ее И завтра Поставить заново То есть Не нужно стоять В очередях Ждать чего-то там Долго Тут в целом Как-то так Сейчас вот Снимаем И отправляемся На шлифовочку Дальше уже Продолжим видео На сегодняшний день Понедельник 17 февраля 14.20 К нам В токарный Цех Врезеровочный Поступила головка С ремзоны Кия Карнивал Мотор Д4HB Проблема С Появлением Картерных газов В системе охлаждения После опрессовки Анатолий Опрессовал Посмотрел У нас есть На газовом стыке Между Третьим Четвертым Цилиндром Там Вторым Третьим В общем Пробой Да Даже визуально Видно Сейчас Поставим на стол Закрепим Прокатим Индикатором Мы будем Исправлять Выводить Чтобы к вечеру У нас Автомобиль Был собран Клиенту Выдана машина И он Дальше Продолжал Радоваться Эксплуатации Замечательного Транспортного Средства Итак Закрепляем Головку На столе При помощи Нехитрых Но очень Удобных Приспособлений Пирамидки Специальные Крепежные Инструменты Шпильки Болты Даже говорю Визуально Видно Что У нас Есть место Где Газы Так сказать Дули в систему Охлаждения Продуло Даже вон Дюралька Поплавила Я так думаю Тут большой провал Мы наверное Индикатором Пощупки Посмотрим Сколько она Туда провалилась Ну и Чтоб нам Примерно Понимать Сколько Делать Черновой Проход Насколько Углубляться Поэтому Сейчас все Будет Понятно У нас Так От первого Цилиндра Идем Да Ноль Выставили Сейчас пойдем На проблемную Зону Посмотрим Сколько там Отступ Ну вот Где нам Кажется 10 10 сотых Ого Ну да Серьезно Надуло Поэтому Черновой Делаем 10 сотых Сразу Отступаем Смотрим Да Если что Добавляем Итак Сейчас мы Будем Делать Касание Добавлять 10 сотых На 700 оборотах Пойдем Первый проход Сделаем На быстрых Оборотах 700 Все Начинаем Добавлять На индикатор Итак Мы подходим У нас Самой проблемной Зоне Нашей Ну по-моему Шикарно Сейчас Мы В основном Вот Мы Проходим Я так Думаю Там Еще Наверное Сотни Три Да Наверное Минимум Наверное Надо будет Добавлять На данном Этапе Мы Сменили Обороты Для чистового Прохода Добавили Одну Сотку Потому что У нас Уже Все Вышло В ноль Сделаем Просто Чистоту Должную Быть По заводу Запустили Потом Нам Надо будет Избавиться От этого Перехода Включить Двойную Подачу Переехать В сторону Нашего Нехватающего Отрезка Который У нас Не проходит Фреза Но я думаю Все получится Наша Фреза Завершает Конечный Угол Сейчас будем Не отключая Поперечной Подачи Будем Отключать Вторую Продольную Не отключаем Поперечную Включим Будет На двух Подачах Выходить Убирать Наш Недостающий Край Который Не доходит Фреза У нас Сейчас Идет Подача В этом Положении И траверсы Двигаются В ту сторону Все В принципе Вышло Выключаем Обе Подачи Итак Мы Сделали Фрезеровку Плоскости Головка У нас Готова Для сборки Я так думаю Анатолий Успел Попить Чаю Так что Будем Отправлять Пусть Собирает И клиент Пусть Радостно Едет Сегодня Вечером На своем Отличнейшем Автомобиле До ТО А там Дальше Ждем Гости Все Я с вами Прощаюсь Пока Смотрите Дальше Так Теперь у нас Вечер Добрый Недобрый Смотрите Головочку Мы Прессовали Нашу С 2.2 Карнивал Отвезли На шлифовочку Вот сейчас Мне вернули Ее обратно То есть Я там Не видел Не присутствовал То есть Вот у нас 0 Ренат Соток Сняли На данной Головочке Теперь мы Будем Что с ней Делать Возьмем Клапана У нас Вот здесь Клапанишки Вот такие Вот так Они выглядят Грязные Все Во-первых Мы их Очистим То есть Удалим С них Весь этот Нагар Грязь Вот После шлифовочки Еще раз Пройдем Промоем Головочку Каналы В основном То есть Это от стружки Опять от какой-то Сажи Помоем И Начнем То есть Устанавливать Клапана Соответственно Притирать Будем Вот Притрем Установим Новые Сальники Клапанов И Уже Засухарим Так вот Пока Пока Я отдавал Головочку И там Вы смотрели И снимали Тем временем Я сделал Еще одну Апрессовочку Точно такая же У нас Голова 2.2 Вот она еще не остыла Горячая Прям Это у нас Ки Соренто Такой же У нее Движок Один в один 2012 года Головочка Апрессовочку Прошла Сейчас отправится На шлифовку Вот Я думаю Либо сегодня Уже поздно Вечером Вернут ее нам Оттуда Либо завтра Утром Вот Визуально Она без Каких Либо раковин Речен Ну что Сейчас Займемся Чисткой Мойкой Чисткой Клапанов Головки То есть Помоем И после этого Будем собирать Аплодисменты Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok